Здравствуйте, уважаемые любители декоративных птиц, канареек, щеглов, чижей! Сегодня моё видео будет посвящено клеточке деревянной для канареек. Сразу хочу сказать спасибо своим спонсорам. Благодаря вам! У меня есть такой вот новый, замечательный транспорт, на котором в принципе не жарко. У нас, хочу сказать, очень жарко, но работать можно. Итак, подробно я вам сейчас покажу клеточку. Клетка деревянная для канареек, для снегирей, для щеглов, для чижей. Всё там можно, этих птичек, содержать. Даже можно там держать в этой клеточке. Амадин гульдовых, амадин зебровых. Клетка замечательная. Полностью укомплектована, сейчас покажу. Комплектацию этой клетки, это комплектация, я бы сказал, суперлюкс. Итак, по порядку, что же входит в комплектацию суперлюкс, сейчас вы все узнаете от мастера. Перед вами клетка деревянная для канарейки. Комплектация суперлюкс, в которую входит изначально вот перед вами купалка, затем паилка, затем там вот видите кормушка и всё в одном цвете. То есть здесь будет жить кеннер-мальчик, мы сделали синеньким, голубеньким, пожалуйста. Также смотрите, здесь идёт у него, здесь будет вернее разводная клетка, здесь вот такой держатель для гнезда. В держателе для гнезда уже есть гнездо, вот оно. Вот так всё это выглядит. Гнездо достаточно плотно, то есть птица это не вытащит, не перевернёт, ничего. Дополнительная дверка. Дверка открывается, устанавливается в такой вот домик. Вот он плотно подошёл, всё хорошо. А отсюда, если посмотреть, то вот так видно. Вот. И канарейка туда раз, там гнездо сделает и сидит на яйцах. Значит, размеры клетки обязательно. Всегда спрашивайте, я всегда вам повторяю, чтобы помнили. Вот именно эта клетка, размеры у неё длина 56, высота 35, ширина 30. Такая клетка подходит для разведения канареек. То есть тут помещается пара канареек с детками, там детки до 30 дней, потом вы их отсаживаете. Она делает вторую укладку, третью укладку, и также детки вырастают, вы их отсаживаете. Можно сделать длину 50 сантиметров минимум. Меньше нежелательно, больше, пожалуйста, можно больше, там 60 сантиметров. Ну, слишком большая тоже ни к чему. Канарейка сидит вот здесь, надо, чтобы было уютно. Если кенар хороший, он рядом, он кормит, помогает, птенчики появились, он помогает кормить. А если клетка будет большая, кенар полетит в ту сторону, будет там сидеть, домино забудет за самку. В общем, друзья, всему должен быть такой разумный пример, этот самый разумный пример, разумный предел. Вот такая клетка, покрыта лаком. Клетка хорошо моется, чистится, то есть водой, пожалуйста, поддон достали. Вот здесь есть поддон внизу, он достается, его можно мыть. Вот, сейчас давайте я вам покажу. Купалочку снимаем. Вот это устройство для купалки можно вешать на любую сторону двери, налево, направо, как вам удобно. А здесь можете просто закрыть вот так вот двойную замочек. Вот у вас клеточка, и там канарейки. Допустим, слева у вас гнездышко, справа будет ванночка. У кого-то ванночка, вот, допустим, не вызывает доверия, канарейка не идет, не купается. Люди ставят тарелочку рядом с клеткой, тарелочку поставили, водички налили, птичка вышла с клетки вот так. А здесь у вас тарелочка стоит, птичка купается. Сейчас я вам поддончик покажу. Видите, новенькая, еще чуть подлипает, надо сушить ее. Так, вот он, выдвигается поддон у нас. Я все время вам говорю, вот тут можно бумагу постелить. Сегодня пришло замечательное видео от клиентов, которые уже купили клетку, пользуются и выразили большую благодарность. Клетка зарекомендовала себя очень хорошо, удобно, птичкам нравится, и хозяевам птичкам нравится. В общем, ребятам не советуют сюда сыпать песочек. То есть вы покупаете песочек и насыпаете его сюда. Песочек покупать можно в интернет-магазине. По определенным причинам рекламировать не буду. В общем, так, песок насыпали, поддон задвинули и все у вас хорошо. Раз в неделю поддон вытащили. Песочек этот просеяли на сито. Допустим, у меня вот здесь сито есть вот такое. Вот, видите. Ну, а вот песочек. Я вот такие штучки сею. Мне надо. Это вот хотели куколку сделать. Вот, видите, начали делать куколку и жарко стало. Завтра доделаем. Так вот, к нашей клетке. В общем, все. Рекомендую вам песок тоже использовать. Я, наверное, у себя в хозяйстве тоже возьму на вооружение. Буду использовать песок. И потом буду вам показывать плюсы, минусы. Ну, я думаю, что будут в основном плюсы песочки. Единственное, знаете, вот если у вас нет вот такой вот окантовочки. Так, как показать. Вот, то есть мусор у меня не летит между бортиком и поддоном. У меня тут стоит специальная защита. Фокус, появись. Так, друзья, минутку. В общем, здесь есть специальная защита. Мусор падает на защиту и обратно в поддон. И в щель туда ничего не попадает. Вот так. В таких вариантах песок можно использовать. То есть вот мы вытаскиваем клеточку. Вот, видите, здесь есть такая вот балкончик. Специально, чтобы мусор не попадал между клеткой и поддоном. Все плотно закрывается. Еще раз показываю. Надо закрыть дверь, а то птица вылетит. Нельзя с открытыми дверями клетки показывать. Говорят, примета какая-то. В общем, вот так смотрите отсюда. Вот туда не смотрите, там поддон. Вот так смотрите. Вот красота. Это мы поддон разбираем. Будем делать шалаш в огороде. Надо шалаш сделать. Там играть будем. Казаки-разбуйники. Все, друзья, на этом вам желаю всего хорошего. Удачи. Пишите по номеру телефона. Звоните по WhatsApp. Заказывайте клетки. 8-928-231-6107. Через две недели в отпуск я еду на Черное море. В отпуск я еду на Черное море благодаря подписчикам, вашей поддержке, вашим донатам. Друзья, кто хочет поддержать, номер карты привязан. Сбербанк 8-928-231-6107. Васильшенко Юрий Анатольевич. Мастер золотые руки. Все, пока.